Всем привет! На территории РФ решили заблокировать биржу Binance. В сегодняшнем ролике будем разбирать данную тему. Я прекрасно понимаю то, что многие блогеры уже об этом все рассказали, но как вы все прекрасно знаете, я привык работать со своей аудиторией. Поэтому данную новость решил отложить на пару дней. Собственно, пришло время ее разбирать. Заваривайте отказ от обслуживания подсанкционных российских банков в перспективе может распространяться на все криптовалютные биржи, что чревато повлияет серых схем обмена и ростом мошенничества. На днях торговые платформы Binance, Bybit и Okix удалили со своих P2P платформ, находящиеся под американскими санкциями банки Сбер, Теньков и Альфа. Binance помимо этого также запретила россиянам обменные операции с любыми фиатными валютами, за исключением рубля. По словам руководителя практики Fintash Scripta юридической фирмы DRC Юлии Приваловой, это в первую очередь связано с начатыми в отношении биржепроверками со стороны регулирующих органов США касательно помощи россиянам в обходе санкций. Привалова указала, что несмотря на ограничения мерчанты, в условиях сделки заменяют наименование санкционных банков на «желтый» или «зеленый». Ранее альтернативные названия были доступны непосредственно в выпадающем списке способов оплаты, но позднее Binance их удалила. Юрист добавила, что на текущий момент российские пользователи все еще могут воспользоваться альтернативными криптовалютными платформами, однако в дальнейшем не исключила, что аналогичный запрет может распространиться и на них. Безусловно, в перспективе будут наблюдаться ограничения российских пользователей для всех бирж, что повлечет за собой усложнение процесса покупки и продажи криптовалют, использование децентрализованных платформ и выход на более серые способы, вывода средств через третьих лиц. Это, в свою очередь, может повлечь новую волну мошенничества и потерю средств населением, предупредила Привалова. Она рекомендовала пользователям повышать финансовую грамотность и хранить средства на холодных кошельках, а не на биржах. Ну, собственно, я вам про это говорю уже, наверное, в течение полутора года. Но до сих пор многие этого и не поняли, к сожалению. SEO-индефи-банк Сергей Менделеев полагает, что одновременное исчезновение подсанкционных банков с трех бирж похоже на сговор этих конкретных компаний. Почему такая история произошла только на этих биржах? При том, что на гей.io или хобби все остается по-прежнему. При этом более серьезной платформой эксперт назвал фиатные ограничения Binance для резидентов РФ. Если санкционные ограничения по определенным банкам создают лишь небольшие трудности, которые сообщество сразу же преодолело, договорившись проводить сделки по Сберу через русский стандарт, то с первым придется придумывать, как бороться, так как это разрушает большое число связок, прежде всего по международке. На чем многие неплохо зарабатывали, объяснил Менделеев. В целом он считает, что в этой ситуации рыночек порешает, и российские пользователи уйдут с Binance на более вменяемые и лояльные биржи. Эксперт подчеркнул, что никаких предпосылок на ведение столь жестких ограничений не было. Со стороны руководства РФ было бы неплохо увидеть какие-то контрмеры, например, блокировка указанных ресурсов еще жестче, призвание их деятельность на территории РФ нежелательной со всеми вытекающими из этого последствиями, признание их деятельности на территории РФ нежелательной со всеми вытекающими из этого последствиями. Но боюсь, что люди, принимающие такие решения, даже не в курсе ситуации, к сожалению. Резюмировал Менделеев. Введение ограничений в отношении россиян, связанные с обязательностью криптобирж, подчинятся законодательству тех стран, где они зарегистрированы, включая санкционную политику, добавляет управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин. По его словам, криптовалютные операции перестают быть способом обхода ограничений. Потенциальные ужесточения обслуживания могут быть в том случае, если санкционное добавление будет усиливаться. Мы прекрасно видим, что криптооперации не спасают от санкций, поэтому все ограничения традиционного мира будут дублироваться на криптовалютную сферу, на бирже и иные VASP, заявил он. Небольшое напоминание, в начале мая СМИ сообщили о расследовании дела национальной безопасности Минюста США в отношении материнской компании Binance Holding Ltd по факту возможного соблюдения санкций против РФ. Ну что касается моего личного мнения по данной новости, что-то прям глобальное, но не изменилось. И кстати, если ты перейдешь с помощью данного QR-кода, либо через ссылку, которая находится в описании ролика в мой открытый телеграм-канал, то ты без труда найдешь все ответы на свои вопросы, каким способом сейчас можно покупать криптовалюту с помощью рубля. Даже если биржа Binance полностью уйдет с российского рынка, ну что ж поделать. У нас есть другие площадки, как было сказано ранее мной, биржа gay.io, а также хобби. Помимо этого, есть еще достаточное количество площадок, где вы можете хранить криптовалюту, но я лично рекомендую вам держать криптовалюту на холодных кошельках. Если вы хотите что-то продать, либо что-то купить, делайте это на биржах, заводите туда небольшие суммы, покупая активы, потом вы перекидываете на холодный кошелек обратно. Какой бы я вам мог посоветовать холодный кошелек? Ну, лично мои основные это вот такие вот холодные кошелечки под названием SafePal S1. Помимо этого, у меня еще есть Ledger, но он где-то далеко не здесь. Чуть позже покажу, возможно в следующих роликах. Поэтому, никакой паники, все нормально. Если не знаете, как пополнить свой криптокошелек, добро пожаловать в мой телеграм-канал. Там на все вопросы, опять же, повторяют и найдешь ответы. Такие новости были на сегодняшний день. Напоминаю, ролики выходят каждый день в одно и то же время. Поэтому не забудь поставить колокольчик, для того, чтобы не пропустить завтрашний выпуск. Ну и лайк поставив хотя бы за то, что на моем канале нет рекламы. Кстати, в телеге тоже нет рекламы. И нет никаких реферальных ссылок. Представьте себе, оказывается, можно жить и без этого всего. Ну ладно, всем до завтра.